Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу предложить вам рецепт просто потрясающего яблочного пирога. Наверное, самый нежный, легкий и неимоверно вкусный этот пирог. Вкус его вызывает настоящее восхищение. А готовится все быстро, просто и очень легко. И, как обычно, из самых простых и доступных ингредиентов. Если вы не первый раз смотрите мои рецепты, и они кажутся вам интересными, приглашаю вас подписаться и нажать колокольчик, чтобы смотреть их первыми. Для теста в миску высыпаю 200 граммов цельнозерновой пшеничной муки. Это 10 столовых ложек без горки. Сразу добавляю щепотку соли, чтобы сбалансировать вкус. И 5 граммов разрыхлителя. Это 1 чайная ложка. Перемешиваю сухие ингредиенты, чтобы смешать между собой разрыхлитель, соль и, конечно, муку. Для теста я взяла 100 граммов охлажденного сливочного масла. Его следует натереть на крупной терке. А для того, чтобы масло меньше приставало к терке, его предварительно лучше обвалять в муке. Желательно натирать масло как можно быстрее, чтобы оно не успевало таять в руках. А можно все просто изрубить ножом. По желанию, вместо сливочного масла можно использовать маргарин хорошего качества. Итак, масло я натерла. Теперь нужно перетереть муку и это измельченное масло в однородную крошку. И опять же, лучше это делать как можно быстрее, чтобы масло не таяло от теплоты рук. Процесс занимает минимальное количество времени, буквально минуточку или две, не более. А если вы соберете крошку в комок, она очень хорошо держит форму и точно так же хорошо рассыпается. После того, как увидите, что крошка уже однородная, можно добавить сметану. Для этого количества ингредиентов понадобится 100 граммов сметаны. Жирность не имеет значения. У меня, к примеру, сегодня 15%. После этого нужно очень быстренько собрать тесто в комок. И опять же, хочу подчеркнуть, все это происходит очень быстро. Тесто получается послушное, нежное, мягкое. И буквально через несколько секунд оно уже не липнет к рукам. Работать с таким тестом одно удовольствие. Я уже подготовила форму, в которой сегодня буду запекать свой пирог и дно выстелила пергаментом. Борта прокладывать бумагой не буду, так как тесто содержит сливочное масло и основа из теста впоследствии очень хорошо отойдет от этого бортика. Диаметр моей формы 20 сантиметров. Выкладываю тесто в форму и формирую основу. Распределяю тесто от центра, двигаясь к бортам. Я уже сказала, что тесто очень послушное, оно без проблем поддается любому движению рук. Бортик при этом я формирую высотой не менее 4,5 сантиметров. При формировании тесто абсолютно не липнет к рукам, поэтому припылять их мукой дополнительно не нужно. Безусловно, на это количество теста вы можете взять форму диаметром 22 сантиметра и сделать бортик высотой 3 сантиметра. Тогда пирог получится чуть ниже и немножко больше в диаметре. Итак, основа сформирована, а для того, чтобы она впоследствии хорошо пропеклась, я накалю ее немножко вилкой. При этом накалываю как дно основы, так и ее борта. Чаще это делают еще и для того, чтобы не образовывались пузырьки на тесте. Итак, на этом этапе основа готова и сейчас я отправлю ее в холодильник на 20 минут, а сама займусь заливкой и начинкой. Для заливки чистой миски смешиваю. 300 граммов сметаны, опять-таки жирность не имеет значения, у меня сегодня 15-процентная, к примеру. Добавляю сразу 2 куриных яйца. Понадобится 120 граммов коричневого сахара, это 6 столовых ложек без горки. И также добавляю 60 граммов кукурузного крахмала, это 2 столовых ложки с горкой. Вместо кукурузного крахмала вы смело можете использовать картофельный крахмал, либо пшеничную муку в том же количестве. А еще понадобится немножко ванильной эссенции или ванилина на кончике ножа. С помощью венчика эти ингредиенты нужно смешать до однородности. Такая заливка для пирога получается очень вкусной и нежной. А в сочетании с этим тестом, поверьте, это непередаваемый восторг. Итак, заливка готова, пока отставляю ее в сторону. В качестве начинки для своего пирога сегодня я использую яблоки. Предварительно их очищаю от кожуры и убираю сердцевину. Понадобится 4-5 небольших яблок. Уже очищенные подготовленные яблоки разрезаю на 4 части, а затем режу небольшими пластинами, толщина которых 3-4 миллиметра. После того, как я очистила яблочки, их чистый вес составил 500 граммов. Это идеальное количество для пирога такого диаметра при высоте бортика 4,5 сантиметра. Что касается сорта яблок, я сегодня взяла галу. Они плотные, кисло-сладкие и мне кажется, просто идеально подходят именно для этого рецепта. Яблоки из оливка подготовлены, можно собирать и запекать пирог. Достала из холодильника форму сосновой. Выкладываю в нее яблоки и распределяю кусочки по всему будущему пирогу. Кстати, если вам нравится, вы можете добавить в яблоки небольшое количество корицы. Также можно сбрызнуть их лимонным соком. А кто любит, вы даже можете добавить цедру лимона. Получается очень-очень вкусно. Посмотрите, начинка заполняет практически весь пирог, всю основу доверху. Именно так и должно быть. И последний шаг – это заливка. Обязательно перед тем, как вылить заливку на яблоки, перемешайте ее слегка, так как кукурузный крахмал имеет свойство оседать. После этого можно заливать наши яблочки. Выливайте заливку, распределяя по всему пирогу. Мне удобнее это делать вот такими круговыми движениями. И опять же хочу обратить ваше внимание, этого количества заливки в аккурат хватит, чтобы она полностью покрыла начинку, при этом не доходя до края бортика буквально 5 сантиметров. Это уже сейчас очень аппетитно выглядит. После того, как вылили всю заливку, можно форму слегка прокрутить, чтобы заливка заполнила все пустоты между яблочками. Духовка моя уже разогрета до 180 градусов. Отправляю пирог запекаться ровно на 50 минут. По истечении этого времени мой пирог готов и вы посмотрите, какая это красота. Пирог подрумянился, заливка очень хорошо схватилась, основа замечательно держит форму. А то, какие ароматы сейчас стоят в моем доме, очень сложно передать словами. Пирогу непременно нужно дать время, чтобы он остыл и стабилизировался. Я оставлю его для остывания приблизительно на 30-35 минут. По истечении буквально получаса убираю форму. Посмотрите, как симпатично выглядит борт пирога. Он ровный, румяный, красивый и довольно четкий. Пирог можно переложить на блюдо. Безумно люблю открытые пироги и этот яблочный пирог не исключение. Режется он просто великолепно. Чувствуется, что яблоки отлично пропеклись, но тем не менее не превратились в кашу. Основа очень хорошо прорезается и, мне кажется, пирог в разрезе выглядит аппетитно и сочно. Его можно есть как в теплом, так и в холодном виде. Сейчас он у меня еще достаточно теплый, но все равно уже замечательно держит форму. А когда он остынет, серединка пирога стабилизируется еще больше. Очень рекомендую вам приготовить вот такой пирог, тем более сейчас, когда яблоки совсем недорогие. Вместо них, кстати, вы можете использовать, к примеру, сливы или персики. Это тоже очень-очень вкусно. Рекомендую вам приготовить и попробовать эту вкусноту, хотя, уверена, многие из вас его готовят уже очень-очень давно. Калорийность этого пирога 223 килокалории на 100 граммов, а вес на выходе 1,340 килограмм. Хочу напомнить, что количество всех ингредиентов, которые я использую в этом рецепте, я уже указала в описании под видео. Друзья, мне будет очень приятно, если вам понравился такой рецепт и это видео. Оцените его лайком, пишите комментарии, мне будет очень приятно. А я вам от всей души хочу пожелать стройной фигуры и приятного аппетита. Не прощаюсь с вами, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok